В последнее время наш город стал обогащаться все новыми и новыми арт-объектами. Либо это очередное веяние моды, либо в действительности создается, наконец, отдельная ниша для культурного и спокойного отдыха молодых людей, без каких-либо эмоциональных и гастрономических излишеств. Пищу для ума и души получить теперь можно вблизи библиотеки на улице Крутицкой. Антикафе «Артплей» стало совместным проектом высоконравственных и одухотворенных людей. По крайней мере, так они себя называют. Небольшое подвальное помещение выдержано в стиле «загляни в свой шкаф, там много всего интересного» или «сделай своими руками и принеси сюда, каждые вещи найдут свое место». Ну вообще, на самом деле, если вы посмотрите по интерьеру, то у нас тут все сделано практически своими руками. Даже торшеры, мы их еще не успели доделать, но уже, то есть нам абажуры надо сделать, вот они у нас вручную полностью сделаны. Креатив какой-то пуфики, столы, у нас все ручной работы. То есть мы приняли решение, что у нас в жизни и так уже много всего понапехина, и мы решили сделать из того, что есть, красоту. Эксклюзивные и типичные вещи соседствуют здесь рядом. Этот шкаф – ручная работа, приблизительно до военного времени. А это 1975 года выпуска. Такой стоял почти в каждом советском доме. Проектор «Украина», некогда очень популярный в небольших кинотеатрах и клубах, теперь ждет своего звездного часа здесь. Его, как и многие другие вещи, молодые ценители прошлого нашли на чердаке у бабушки. Очень нравится здесь что-то творить, так скажем. Вот, поэтому решила порыться на чердаке, нашла прекрасный манекен, который мы прозвали Зина. Вот, он до военных, мы даже думаем, времен, так что теперь красуется у нас в интерьере. «Арт Плейс» пока не ставит себе глобальных задач. Это место, куда может прийти любой желающий с любым предложением. Своего рода площадка для творчества. Организаторы планируют выставлять картины известных и малоизвестных художников, коллекции старых и уникальных вещей, проводить мастер-классы, квесты. А сейчас здесь проходит выставка современного искусства хлеба. Есть бесплатный кофе с печеньями и необходимый для каждого посетителя Wi-Fi. Сюда пришли отдыхать, но не с привычным шумом и балаганом. Это достаточно тихо и уютное место, которое напоминает больше чью-то квартиру, чем кафе или клуб. Видимо, проводить квартирники стало лучшим вариантом на таких вот маленьких, ну, внутренних, а пространствах. Группа «Калиса» стала первой здесь в подобных начинаниях. Как выяснилось, квартирники могут вполне проводиться и за чашкой чая. Обычно говорят, что все-таки квартирники происходят с алкоголем. Это не всегда, на самом деле, такое бывает, и не все рук музыканты, на самом деле, употребляют алкоголь. Большинство, кстати, из наших, они достаточно хорошие спортсмены. И здесь я тоже самое. Если проводить квартирники, то люди придут спокойно, могут посеять чай и кофе попить. Я думаю, что это, в принципе, очень хорошая постановка. Насладиться приятной и спокойной атмосферой получилось у многих, кто пришел в Art Place. Поставленная задача организаторов была успешно выполнена. Я помогала обстраивать это помещение, вот поэтому я очень довольна, что это все получилось. Здесь очень здорово, мне нравится. В нынешнее время сейчас как раз вот приходит такая эпоха, когда нужно такие заведения развивать. Пара обычных баров все-таки уходит. Вот, и такие вот заведения, где можно просто посидеть, общаться с людьми, попить кофе, чаю. Это очень важно. Интересно, что само здание, где располагается антикафе, построено в 1870 году. А каждое уважающее себя старое здание имеет свое привидение. Оно в Art Place тоже есть. Пока, правда, непонятно, какого пола. Но, по словам администраторов, ему здесь очень нравится. Может, еще и благодаря этому мистическому факту в антикафе так необъяснимо хорошо.